Одной из тем повестки дня коррадиционного заседания по обеспечению правопорядков Чувашия стала безопасность дорожного движения. Глава республики уделил этому вопросу особое внимание и обсудил проблемы с министрами. В нашей стране каждый год на дорогах гибнет более 30 тысяч человек. Это сравнимо с количеством жителей среднего населенного пункта. По статистике, Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по числу ДТП со смертельным исходом. И, к сожалению, наша республика не отстает от российских показателей. Увеличилось число погибших на дорогах по сравнению с прошлым годом. Как отметили на совещании, связано это во многом от культуры водителя и пешехода. Кроме того, высокой интенсивности движения превышено в 2-3 раза количество маршруток. Это рождает нездоровую конкуренцию и агрессивный стиль вождения. Более 40% ДТП случается из-за плохих дорожных условий. Как в текущем году, в местах совершения каждого шестого происшествия выявлены недостатки в содержании дорог и технических средств организации дорожного движения. Наиболее характерными недостатками явились отсутствие горизонтальной разметки и ее плохая различимость, занижение обочины по отношению к проезжей части и дефекты покрытия. Для того, чтобы снизить смертность на дорогах, необходимо осуществлять контроль за пассажирским транспортом, установить освещение на местах пешеходных переходов и, конечно же, отремонтировать дороги. Средства мы сейчас выделяем за счет дорожного фонда и муниципального образования, городских округов, для того, чтобы и во дворах была соответствующая комфортная ситуация. Но, с другой стороны, где мы ремонты проводили, уважаемые городоначальники, прежде всего по городским округам, там скорость движения увеличивается. Действующая программа «Безопасный город» также призвана улучшить положение дел на дорогах республики. Установленные камеры уже принесли положительные результаты. Татьяна Филатова, Константин Козлов, Республика.